Хоу-хоу-хоу! Всем привет! Всем доброе утро! Сегодня такой утренний эфир. Надеюсь, у вас начались классные выходные. Привет-привет! Меня зовут Аня Волкова. Я Эмиксперт. И мы с Катей создавали для вас курс «Новогодний трэнгбук». Привет-привет! Очень рада, что вы все такие активные с утра, что готовы. Здравствуйте! Готовы посмотреть что-нибудь интересное. Сегодня в эфире я вам расскажу про курс, как мы его создавали, и порисуем немножечко. Сейчас чуть-чуть подождем, пока все присоединятся. Привет-привет! Так, еще разочек для всех вновь присоединившихся. Меня зовут Аня Волкова. Я Эмиксперт. И мы сегодня с вами поговорим про курс «Новогодний трэнгбук». И, естественно, порисуем какие-то новогодние дизайны. Так, давайте я вам покажу, как он выглядит. Так, ну что ж, вот так вот у нас выглядит курс. Это его общая картиночка. В нем собрано очень-очень много разных всяких дизайнов. Мы постарались объять необъятное и сделали дизайны как для более молодой аудитории, так и для более возрастной аудитории, более модные и более классические. Курс мы поделили на 5 блоков. Вы их сейчас видите на экране. Вот этот блок, который рядом со мной, это самый первый блок. Он такой, достаточно дерзкий. В нем мы собрали эмоджи. Различные эмоджи. И в нем есть отсыл к ТикТоку, к смайликам, ко всяким таким разным штучкам, к которым мы, в принципе, привыкли каждый день. Мы их используем для того, чтобы эмоционально больше окрасить сообщения, да, либо наши какие-то послания. И мы решили, что будет очень прикольно эмоционально окрасить ногти клиентов к празднику. Второй блок вот там по диагональке. Это у нас тигринные шкурки. Основа это тигринные шкурки, потому что год тигра предстоит нам. Там есть и морда тигра, и лапки тигра, и разные отрывки с изображением тигриной шкуры. Причем хочу внимание обратить вас на этот блок, потому что он сделан в очень скоростной технике. Вообще весь курс, девочки, мы делали с большим упором на время, на скорость, потому что это наш основной ресурс, очень ценный, да, чтобы запись не замедлялась, чтобы она была быстрая, что очень актуально в новогодней суете, в новогодней записи. Мы все-все техники старались сделать максимально скоростными. Но все, что вы сейчас вот видите, вот эти вот блоки, кроме последнего, это все рисованные блоки, то есть они нарисованы вручную. Нижний блок, это у нас такие дизайны, очень лаконичные, черно-белые в основном, в сочетании с очень классным нашим продуктом, бархатный песок, и в сочетании с витражными гель-лаками, потому что сейчас черно-белые дизайны максимально актуальны, и вот такие минималистичные, графичные тоже очень-очень будут востребованы, мы думаем, у клиентов. Блок по диагонали внизу, это у нас с вами дизайны в акварельной технике, они очень нежные, очень романтичные, очень передают атмосферу уютных зимних вечеров, снежных, заснеженных ландшафтов, то есть такие нежные, на разбеленном фоне, очень классные романтичные варианты. И нижний блок, самый в уголочке, там собраны все дизайны, которые мы сделали с использованием декораций, то есть мы старались рисовать вручную все, но для тех, кто, например, не любит рисовать вручную или хочет еще больше ускориться, мы все, не все, но максимальное количество дизайнов сделали с использованием уже готовых декораций. Что еще будет в курсе интересного? В курсе добавлено очень много разных вариантов с этими техниками. Я как мастер всегда, конечно, пытаюсь сделать курс для учеников такой, который бы я сама хотела пройти, если бы я была мастером. И меня всегда очень удивляли те, кто приходит на курс отработать 3-5 дизайнов и с ними уйти дальше в жизнь. Мне всегда очень хочется от курса взять именно технику, которая меня побудит в каком-то творчестве, то есть очень такой большой импульс, толчок к вдохновению. Поэтому у меня, как у преподавателя, вообще самый большой, знаете, был всегда косяк. Я никогда не умещалась во время. Мне всегда мало было времени. И хочется показать больше и больше, чтобы ушли с большим количеством вариантов, с таким, знаете, хорошим, в хорошем смысле этого слова, таким мозговым штурмом. И прямо вот захотелось рисовать. Поэтому в тайминг вообще никогда не умещалось. Все время что-то давало бонусами, потом накидывало там в директ и так далее. Так вот здесь собраны PDF-файлы, которые прикреплены к блокам. И в них, вот как вы видите, например, вот в этом варианте и чуть-чуть в нижнем варианте, техника, которая минималистичная, графичная, она расписана больше, чем в 80-ти вариантах. То есть там огромный потенциал для творчества. Внизу в самом, также варианты их около 30, даже чуть больше, которые в технике как раз тигриной шкурки. И таких вот вариантов мы накидали вам еще очень много, поэтому этот курс просто мега объемный и емкий, и хватит вам намного-намного вперед. И надеюсь, у вас эти техники перерастут из Нового года уже в другие варианты, более, может быть, весенние, летние. Но вот именно, что очень хотелось донести, что именно ценно в руку дать вам технику. Погнали дальше. Хотела несколько слов сказать о создании курса. Думаю, всегда, знаете, в фильмах классно смотреть, да, неполучившиеся кадры или фрагменты съемки, или как вообще все это делалось, или какой-то бэкстейдж на съемках интересен. Так вот, наш бэкстейдж, мы его упаковали в такие слайды. Это большая была проделана работа очень. Мы отбирали тренды. Как вы видите, здесь и в одежде есть тренды, и в бижутерии есть тренды, и в макияже есть тренды, и в ногтях есть тренды. И мы их упаковали уже в ногтевые дизайны. Что-то взяли пересекающееся с декорациями, что-то добавили ручного, и получилось очень классное. Думаю, и, как вы видите, это все не с потолка, то есть был большой проделан анализ того, что сейчас модно, актуально, и будет актуально и модно в перспективе. Еще один слайдик вам покажу. Вот такой вот. Тоже отбирали интересные, всякие тигрят интересных. И как раз из них получился блок с тигринными шкурками. Вот такой вот слайд по минималистичной технике. Тоже ее очень много и на открытках, и на разных как бы сувенирной продукции, да, и в ногтях, и в моде. То есть какая-то вот прям вот черточка, линия, чуть-чуть акварельный, подмалевок. Все это очень-очень тоже актуально. Наша акварельная нежность. То же самое. Смотрели и по ногтям, и по различным скетчам акварельным. Самые такие интересные нежные вариантики отбирали. Это больше для блока с декорациями. Смотрели мы. То, что сейчас тоже модно. Такое фэнтези, немножко психоделические какие-то моменты. Тоже минималистичные линии. Буквы, смайлы, карандашные какие-то рисунки, подчеркушки. Все это тоже присутствует. И сейчас, девочки, я прохожу курс очень крутой по созданию трендбуков. И мы отсматриваем с девочками. У нас 95 человек по всей России и за рубежом. Мы отсматриваем все, что касается весны-лето 2022. Все, что дают дизайнеры. И выцепляем из них как раз самый сок, тренды, чтобы создать уже такое портфолио для мастеров и не только, и для тех, кто занимается текстилем, одеждой, что будет модно дальше, чтобы они попали в самую, в самую, как бы, яблочко, да, в десяточку. Чтобы 10 из 10 все было модно. Так вот, подчеркушки просто везде, везде, подчеркушки, подчеркушки и очень большой отсыл к детству. То есть, если вы, например, думаете, что это только для молодежи такие дизайны? Нет. Сейчас детство и детскость, инфантильность такая какая-то будет очень-очень популярна даже среди более взрослых. Вот такое тоже со смайликами. Посмотрите, прикольный макияж, даже в макияже, то есть, все смайлы перенимают и в одежде, и в макияже, и везде. Поэтому классно их научиться рисовать. Так, ну что, в принципе, я вам рассказала про то, что я сегодня буду делать. Хочу еще ролик включить вам. здесь я вам хотела показать выдержку из курса, да, такую нарезочку. Как видите, всегда держу рядышком типс. Не знаю, мне кажется, что так нагляднее, на каком этапе мы находимся. То, что нарисовано вручную, еще повторяем, в декорации. лягкости не растекается. Вот. И достаточно все крупно снято, все понятно, поэтапно рисуется, проговариваются, естественно, все материалы, какими мы пользуемся при отрисовке. Это смайлики, блок со смайликами с разными. Видите, даже романтичные такие смайлики тоже постаралась включить в курс. Ну, конечно же, новогодние, потому что новогодняя тематика. Зимняя, новогодняя. Много песком работаем. Получается шершавой поверхности. Это тоже сейчас очень актуально. Вязка какая-то, барельефность, сочетание разных декораций вместе и повтор это все вручной росписи. Много работаем в курсе не кисточкой, а работаем лайнером. Это канцелярский продукт, очень удобный в дизайне ногтей, делает очень тонкие линии, поэтому, если вы даже новичок в маникюре, вам будет легко повторить, потому что лайнер сам все сделает за вас, все тонкие линии за вас сам нарисует. И я считаю, одно и то же из фишек данного курса, девочки, то, что я стараюсь не точно повторять. Видите, всегда по три дизайна на разных фонах, в разных расположениях. То есть, рисую вроде одно и то же, но чуть-чуть подвинула по композиции, разбила по композиции вот здесь на составляющие. где-то повторяю один в один. Но стараюсь всегда показать вам, видите, максимальное количество вариантов, каких можно сделать с этой техникой, чтобы вы не зацикливались на одном дизайне, а чтобы вы думали, чтобы у вас включались ваши творческие мозги и начинали, начинали шевелиться и выдавать вам новые идеи с теми же самыми техниками. Вот тигриный блок тоже очень-очень. Я его так полюбила, девчонки. Он делается просто вот за пять секунд с акварелью и с тонкой прорисовкой варианты всякие разные. Они прям тоже очень быстро. И, конечно, мы все наши декорации постарались такой сделать апгрейд, чтобы если вы уже покупали что-то из продуктов Эйми, вам оно полюбилось, но это было в летнем варианте, чтобы оно не залеживалось в ваших ящичках, а все работало на вас и в Новый год тоже. Поэтому мы позаботились о том, чтобы все наши летние декорации превратились в новогодние декорации. Тоже акварельный блок. Показываю разные варианты на белом фоне, на черном фоне и как можно повторить с декорациями Эйми. И, конечно же, тигриная морка. Куда же без нее? тоже разложила на схему и в PDF-файле будет подробная схема, как строить носик и так далее. Так, ну что, давайте порисуем. Сейчас буду я рисовать вот такими материалами. Это у нас коллекция витражных гей-лаков. Обратите внимание сразу на номера, потому что они у меня все кахнуты капелькой и будет достаточно близко камера к типсу. Я не смогу вам постоянно показывать. Они все на 250, 253, 254, 255, 256, 257 и 258. И двумя видами декораций. Точнее, я сейчас работать не буду, рисовать буду вручную, но вдохновлялась я как раз ими. и вам будет удобно тоже сначала оттолкнуться от них, чтобы потренироваться в акварельной технике, а потом уже придумывать свои дизайны, либо отталкиваться от таких же референсов, от которых отталкивались мы. Что, переключаемся на камеру, на стол. Так, сейчас я чуть-чуть настроюсь. Так, что мы с вами сегодня порисуем? Порисуем с вами вот такую веточку. Мы рисовали уже на прошлом эфире, но, к сожалению, эфир не удалось сохранить. Тоже, смотрите, я показывала вам, как то, что у нас есть в слайдерах, да, вот тут у меня пример этого слайдера, это 5DNL Круст, и на нем вот такие вот романтичные новогодние картиночки, да, подарки, шишечки, чашка с маршмеллоу, и отсюда я взяла веточку. с веточки легче полегче начинать, потому что она чуть проще, чем, например, чашка, да, или шишки, поэтому, если вы никогда не тренировались, я вам бы советовала потренироваться. И делала я на черном фоне, пыталась, да, повторить веточку со слайдера на черном фоне. Сегодня будем с вами на белом фоне рисовать ее. Также сделаем практически то же самое, только нарисуем вручную, да, покажу вам, как отталкиваясь от слайдера, можно это делать. Так, возьму из коллекции Эгоизм белый, очень он мне нравится, вообще, очень крутой цвет, он такой, знаете, как будто синькой немножечко разбавлен, то есть, он такой прямо кипельно-белый, что ли, с таким сиреневым подтоном, ну, дает очень красивый оттенок, нежный. покрываем фон, тоже буду держать рядышком, чтобы понимали, на какой мы с вами этапе. Уже на сделанные ноготочки, откорректированные или смоделированные, наносим в один-два слоя и сушим в лампе. В лампе можно посушить где-то секунд 30. Так, если вы на черном фоне рисуете, то тогда вам нужно белую сделать подложку, а дальше делать все то же самое, что буду сейчас делать я. Конечно же, витражные гейлаки, они на черном будут не видны, поэтому вам обязательно нужно сделать белый подмалевок. Подмалевок белый, в данном случае, я делала эмпастой, белый рафинад. Дальше два пути у нас есть, девочки, после того, как мы просушили фон. Мы можем взять тонко-тонко наметить черным разбавленным топом безлипкости, либо мы можем с вами наметить карандашом. Чтобы карандаш рисовал по гейлаку, нужно стереть липкий слой и немножко побафить. я это с вашего позволения сделаю за кадром, чтобы не махать бафни перед экраном. Обычным механическим карандашиком мы намечаем нашу веточку, как она будет. Прекрасно. Сеченки, у меня выпал грифель из карандаша и не держится там. Ну, ничего, я так намечу, с вашим позволениям. Ягодки. Прям еле-еле. Тихонечко, просто, чтобы вы не забыли, где они должны быть. Разметили и начинаем рисовать. Для того, чтобы нам разукрасить, мы должны посмотреть с вами, какие цвета присутствуют. У нас здесь такой желтовато-зеленоватый, поэтому мы смешаем с вами два оттенка между собой. Возьмем бутылочно-зеленый цвет и желтый. Желтого можно чуть побольше взять, и у нас получится такой травянистый зеленый. Ставим точечки в основании каждого листика. вытираем кисточку и начинаем растягивать к кончику. Какой кисточкой это делать? Любой тоненькой кисточкой. У меня это вот такая вот кисть. Можно заскриншотить, чтобы не размыто было. вообще я в последнее время только ей рисую. Очень прям полюбилась она мне. Хотя раньше постоянно я рисовала кистью линеарной 5-дроб-0. Ну, вот как-то попалось мне это и прямо все влюбила в себя. Фиксируем в лампе. Можно прям по 10 секундочек фиксировать. И теперь мы возьмем также бутылочный зеленый и немножко тут вот оттеним. Сделаем поинтереснее. в этих местах чуть-чуть оттенем. И сразу же можно красный. Красный тоже смотрите по слайдеру очень удобно. Где интенсивный цвет там вы ставите капельку. Где у вас белое окошечко там вы не закрашиваете. То есть мы ставим капельку в самом таком интенсивно окрашенном месте и растягиваем ее по бокам. так оттеняем все не надо можно прям вот некоторые только например три достаточно чтобы было более живописно можно по веточке уже протянуть все и красненьким ставим там где больше окрашено тут много у меня получилось и немножечко вот так растушевываем не оставляя незакрашенным белый промежуток здесь прям нужно знаете микроны гейлака чуть-чуть у меня вверху много получилось но все равно хорошо так сушим тоже фиксируем и пока у нас фиксируется мы делаем с вами замес черного это у меня черная импаста с топом безлипкости такую делаем дымку черную черную дымку и этой черной дымкой будем сейчас делать тень так смотрим где у нас тень на слайдере на слайдере тень у нас вот здесь да чтобы оттенить листочек и прожилочка возможно чуть чуть побольше наверное как капнуть по интенсивнее сделать нашу дымку прожилочка и сразу можно рисовать контур листикам зафиксируем немножко в лампе сейчас также дорисуем контуры вот у ягодок да подчеркнем ягодки поставим точечки вот здесь вот вверху у ягодок и также вот здесь вот везде тоже наметим контур и тень намечаем контур прожилочки и также еще в ягодках посушим немножко когда сушите можно прям фиксировать по 10 секунд так пока сушится немножко почитаю что-нибудь мне писали свои запросов или нет нет молчаливое утро ничего никто не спрашивает все присоединяются и смотрят все ли вам понятно девчонки что-то ничего не спрашивайте или все пока только пьют кофе и наблюдают может быть еще есть какие то вопросы сейчас я чуть-чуть получше прикреплю типс это у меня все время отваливается я все время боюсь что у меня сейчас упадет куда-нибудь так дальше оттеняем ягодки делаем тень на ягодках где-то можно чуть более интенсивная и ставим такие точечки на них тоже акварельной техники очень так интересно в ней может даже что-то смотреться него но немножко небрежно но когда вы топом перекрываете все как-то становится сразу красиво так но и чуть-чуть еще добавим черненького и сейчас некоторые моментики просто подчеркнем просто подчеркнем усилим чуть-чуть это можно сделать также тем что есть но смотрите можно сделать еще потемнее да вот здесь мы тень усилим смотрим опять же со слайдера где там более темные фрагменты и повторяем почему игру что с них очень удобно начинать тренировать технику потому что очень хорошо наглядно все видно а потом уже вы сможете любые картиночки так повторять и разбирать на такие вот моментики все я думаю что мы закончили и теперь еще прикрепим шермикончик шермикон у нас крепится только на поверхность без остаточной липкости чем они классные не классно тем что можно посмотреть сквозь прозрачную подложку и подобрать нужный до как он будет смотреться давайте вот такой я прикреплю с новым годом короче короче ну вот сейчас кстати это прям короче везде да согласитесь у всех такие говорят говорят ну короче вот и мы тоже так же ну короче с новым годом так ты дэнс чикс приглаживаем очень хорошо прикрепляйте и умейтесь точнее всегда потому что очень сложно потом открепить очень хорошая липкая основа у шермиконов и потом переклеить очень сложно немножко в лампе зафиксируем так ну что с чем можно это сочетать да можно один ноготь сделать и нарисовать я всегда люблю тоже показывать с чем можно сочетать можно с паутинкой какой-нибудь сочетать или с отпечатыванием можно с каким-нибудь сочетать геометрии с какой-то хорошо очень тоже бьется можно сочетать с блестящими со всеми блестящими очень крутая у нас вышла коллекция ричас с глиттерами она прям новогодний новогодний там есть зеленый очень красивый бутылочный с мерцашками прямо такое знаете как 3d перек переливается и внутри и повыше они располагаются и очень классный мне понравился красный красный вообще несмотря на то что он полупрозрачный он очень укрывистый и там такие прям мелкий 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 шиммер блестит вообще просто огненно вот то есть блестящим тоже вариантом будет очень хорошо смотреться ну все мы закончили мы перекрываем топом безлипкости текласом можно вельвет топ как у меня в первом варианте но я уже вам сказала что я люблю разные варианты показывать чтобы можно было понимать как что и так можно сделать и так можно сделать все только ваша фантазия ограничивает или не ограничивает мы же художники нам можно все вот так подматывая смотрится и под глянцевым слушаем топ лучше просушить хорошенечко прям минутку так еще есть у меня кстати вот рядом здесь такая веточка морозная тоже в такой же технике сделано но на черном фоне ну что а кстати еще вот такие у нас есть вязаные штучки правда здесь у меня бирюзовая но тут так не не особо бьется но если бы она была например бордовенькая да какая-нибудь то был бы неплохо вчера кстати вела эфир по новым тоже импастом делала вот такой вариант тоже может я думаю что быть вместе совершенно спокойно например остальные ногти белые или остальные ногти все черные тоже классные либо серебристые какие-то остальные ногти будет вообще просто огонь так все подсохло ну чтож такие вот варианты мы с вами сегодня поделали да и такой же вот на черном фоне как смотрится давайте опять переключим на презентацию смотрите значит по мы поработали с вами вот такими вот сегодня материалами декорациями еще раз напоминает вот эта витражная коллекция это новогодний слайдер опять декору на и укрост и давайте еще разочек вам покажу курс в котором все это мы подробно подробно рассказали если какие то вопросы у вас сейчас посмотрю сколько остается ну замечательно остается у нас если есть какие то вопросы я с удовольствием поотвечаю на них а так там еще раз повторюсь очень много идей постарались сюда уместить просто все выгрузить то что у нас было в голове то что у нас было насмотрено за все это время до упаковали все это в дизайн и разделили все это на тематические блоки и и постарались сделать максимально все доступно просто и еще раз повторюсь основной критерий к дизайном был скорость то есть чтобы они были скоростные чтобы они были быстро выполнимые потому что все мастера мастера действующие конечно же знаем как каким образом делается новогодняя запись она просто делается всегда впритык друг на друга все в перемешку один стал другой уже сел и поэтому всем хочется каких-то дизайнов до дизайн это вообще самые такие востребованные услуги в новогодние праздники тем более что сейчас время такой девчонки всем я думаю что захочется какого-то праздника веселья отрыва не знаю как хоть как вы знаете клиентов вот говорят но от нас посмотрю хоть на ногти и душа радуется и хоть полегче и повеселее ну вот так вот поэтому я думаю мы очень важно с вами люди мы задаем настроение задаем настроение на весь год иногда приходит до клиент на минусе мы что-то делаем он уже уходит на плюсе поэтому давайте всем подарим новогодний настрой подарим новогодние какие-то эмоции и поделаем всем крутые дизайны ну чтож мне было очень приятно сегодня с вами очень было приятно показывать вам сейчас еще разочек пролистая ничего ли я не пропустила нет все нормально спасибо вам за реакции ну что ж девчонки ну что ж девчонки всем хороших выходных это не последний эфир следите за новостями в ленте мы будем еще анонсировать еще показывать вам что-то из этого курса и и конечно же всех вас жду на занятиях ну все пока пока я думаю что пришло время прощаться и конечно же до новых встреч дано ну ты и и и и и и и и